Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов. Я сегодня хотел бы поговорить о науке, религии, женщинах, о политике. Начну с ковида. Недавно я прочёл заметку одной учёной, биолога из наших, живёт в Штатах. Она привелась от ковида, экспериментальное лекарство, вроде бы всё, слава Богу. И она пишет, что мы, учёные, виноваты, грешны, что плохо пропагандируем науку, потому что в результате в развитых странах Западной Европы, США, количество людей, которые прививаются, там же свобода прививок, упала до 80%, а нужно 100%. Насколько я знаю, в Украине эта проблема актуальна. Во всяком случае, мой нежно любимый доктор Комаровский всё время стучит в сердца украинцев и требует, чтобы все прививались. Все. И доктор прав. Но что меня насторожило? Вот это вот покаяние от имени учёных. Мы виноваты. Воспоминается, конечно, операция «Ы» и другие приключения Шуриков, где начальник-прораб воспитывает хулигана. Мы не досмотрели, мы не воспитали как следует. А почему, собственно, я должен кого-то воспитывать? Учёные не виноваты, что он говорит, а учёные говорят, а окружающие не слышат. Я виноват, что не обратил всю Россию, всю Украину и хотя бы половину Италии ко Христу. Не надо думать, что итальянцы все уже обращены ко Христу. Ой, вы скажите, это в Италии будут долго смеяться. Обращены к телевизору, к политике, к науке, но не ко Христу. Нет, я не виноват. Я делаю, что могу, и при этом я периодически чувствую, что мне сатана нашёптывает, чего ты всё болтаешь? Вот ты много говоришь, ты хочешь заглушить страх смерти. Это, между прочим, сатана взял мысль, даже цитату, из Томаса Мертона, ремокатолического монаха-бенедиктинца. Жил он в 50-е и 60-е годы и очень стал популярен в Штатах благодаря своей книге «Семь уровней одной горы», где он пропагандировал такое молчаливое монашество. Или хотя он был, пожалуй, кортезианец. Непринципиально. Бывает болтавня, которая заглушает страх смерти. И проповедь Христа может быть такой болтавнёй. Может, и акафист, и даже литургия может превратиться в болтавню. Но это не означает, что надо на всём поставить крест и молчать. Учёный должен делать науку. Популяризаторы науки должны говорить о науке. Вот я не мистик, я популяризатор мистики. У меня мистический опыт. Махонький, носой. Так вот, если уж в чём-то упрекать людей, так это в том, что они недостаточно человечны. Можно упрекнуть политиков, что они слишком малоинтересны, что они малоинтересуются наукой. Конечно, их надо в этом упрекать. Можно упрекнуть продавца газет или книг, сапожника, описанного клерка, что он малоинтересуется наукой. Конечно, человек, который не интересуется наукой, не будучи учёным, очень этим грешен. Точно так же, как если сытый, не интересуется голодным. А если уж голодный не интересуется булочником и крестьянином, то это вообще безумие. Так вот, человек судится не по своей прямой только специальности. Политик должен интересоваться наукой, даже если ему это не поможет в политической карьере. А то сейчас, смотрите, в России, о чём только не говорят оппозиционные политики, обо всём, кроме Украины. Это табу, это запрет. И о Чечне не говорят, и о Грузии не говорят. Это повредит в глазах избирателей. А вечная жизнь не повредит случайно в глазах окружающих? Моя вера не вредит мне в глазах окружающих? Ну, думаю, что вредит, должна. Я, когда был атеист, нехорошо относился к верующим, особенно к говорящим, но тогда таких было мало. Так вот, каждый из нас судится за то, как я делаю своё дело, но и за то, насколько я интересуюсь другими, насколько я выхожу за свои пределы, не к Богу, это само собой, а к интересам другого человека, потому что другой человек интересуется тем, что важно мне. Мир так устроен. Существует разделение труда, политику политиковы, учёные, учёные. Нам, обычным людям, магазин, работа, офис, парк культуры. Но нет разделения человеческого труда. Быть человеком – это означает просто быть. Поэтому нельзя выбрать себе специализацию. Я вот в политику не лезу. Голубчик, тогда полезай в Освенцимскую печь. Я вот наукой не интересуюсь, там можно легко ногу сломать. Сломай ногу, но интересуйся. Я в религиозные вопросы не лезу, там сплошь сектанты, гипнотизирование, зомбирование. Может быть, ты рискуешь потерять квартиру, а всё-таки залезь. Потому что человек – это не обезьяна. Обезьяна может сидеть в клетке своего круга интересов. А мы должны раздвигать против и влезать. Это называется сверхэволюцией. Моё слово только что придумал. Но за здоровую сверхэволюцию. Деярдо Шарден, великий иезуит, богослов и палеонтолог, и эволюционист 20 века, говорил, что Христос – это альфа и омега эволюционного процесса. Но за омегизацию души. Счастливо.